Садовый мир Я всем хочу представить Наше издание садовое Кроме сайта Вот такая газета Волшебная грядка Вот такой журнал Волшебный сад И там постоянно есть Советы для начинающих садоводов И пожалуйста читайте эти статьи И по сезону вы там найдете Как раз какие-то рекомендации Кстати сказать Я хочу представить Это вот статья например Очень опытного садовода Который виноград разводит Землянику Замечательный крыжовник у него есть Наверное вы его видели в наших роликах Это Сергей Валерьевич Ксенофонтов Так что вот видите Какие уважаемые люди у нас Дают, размещают свои статьи А в журнале Волшебный сад Вот я тоже всем хочу сказать У нас есть Конкурс проходит И можно рассказать о своих успехах И выращивании растений Получении богатых урожаев И вот видите Человек построил для своего внука Песочницу такую садовую Это еще и декоративное украшение Вашего сада То есть вот пожалуйста И интересные газеты И полезные советы Для сезонных ваших забот А теперь о выращивании укропа Вот кстати сказать Дорогие друзья Это очень распространенное явление Что почему-то Такой простой овощ Такая простая пряность Как укроп Не получается Причины может быть Причины могут быть самые разные Но чаще всего Не получается Знаете у кого? Вот рядочками сеют Прям так аккуратненько Все хорошо Грядочку сделали Рядочки эти нарисовали Там палочкой Или чем-то И вот выходят Какие-то дохлые Там хвостики И не получается ничего Вот я хочу сказать Что укроп Это такая культура Которая зависит От света Прорастание семян Он прорастет И под землей Но лучше он прорастает Когда семена У него получают Как говорят Соблучаются светом Поэтому Не заморачивайтесь Вы С этими грядками И с этими рядочками Хорошо подготовьте Грядку Взрыхлите землю Очень хорошо будет Если вы ее Сдобрите компостом Или хорошо Перепревшим навозом Тогда у вас Укроп точно удастся И просто Разбросайте Вот этот укроп Как сеятель Вы в фильмах Старых видите Идет дедушка Какой-нибудь С плошечкой И семена Эти разбрасывает Вот точно так же Вы разбросаете Эти семена И все И можно больше Ничего не делать Если стоит Жаркая погода И вы не имеете Возможности Приехать На участок И поливать Вот после того Как вы посеяли Обильно пролейте Эту грядку водой А потом накройте Или пленкой Или спонбондом Лучше спонбондом Потому что В теплую погоду Укроп может Достаточно быстро Прорасти А под пленочкой Если вы вовремя Ее не снимете Он может там сгореть Спонбондиком лучше И тогда укропчик Я вам гарантирую Он у вас взойдет То есть укроп Любит светлое место Любит хорошо Взрыхленную Удобренную почву И вот такой Вот поверхностный Посев Что еще Я хочу сказать О выращивании укропа Он не удается В том случае Если Вы посеяли его В тени Вот там действительно Будут хвостики Если петрушка Я вот в предыдущем ролике Говорила Что она мерится с тенью И даже может быть Лучше растет На песчаных почвах В тенечке Где подольше Сохраняется влага То укроп Нужно сеять На светлом месте Не обязательно Выделять ему Отдельную грядку То есть Если у вас Маленький участок И вы экономите Местечко Не обязательно Выделять ему Отдельную грядку Но Вот В тень Засовывать не надо То есть Вы экономите Хорошее место Но вот укроп Все равно В тень не убирайте Можно посеять Знаете где Между Земляникой Вот пока Он маленький И земляника Ваша цветет Он ей Абсолютно Не мешает Когда Он поднимется Будут уже Наливаться ягодки И там Может быть Даже частичные Притенения Укроп дает Очень мало Тени За счет своих Перистых Листочков Вот Совершенно Они друг Другу Не мешают Эти культуры У меня Всегда Укроп Растет По землянике Его Сейчас уже Никто И не сеет Вот эти Зонтики Стоят В огромном Количестве Сами Насыпались И сами На следующий год Зашли Все А вот Первый раз Его Так вот Как я сказала Можно посеять Поверхность Похорошо Удобренной Навозиком Земли Дальше Чем Отличаются Сорта Укропа Вот Есть Те Которые Идут В засолку То есть Они Целенаправленно И быстро Гонят Вот этот Вот Зонтик Да А есть Такие Укропчики Которые Такие Сорта Которые Больше На зелень Специализируются Что ли Так Да И вот Посмотрите Дорогие Друзья Вот Есть Такие Сорта Которые Так Называют Обильно Олиствленные Вот То есть С большим Количеством Зелени И вот Здесь Тоже Написано Тетра Тоже Обилие Именно Зелени То есть Он Не торопится Переходить Стрелку И вот Этот Вот Еще Укроп Мне Очень Нравится Это Называется Укроп Русский Гигант Хороший Говорящий Такое Название Он Знаете Чем Хорош У него Такой Мощности Белек Вырастает Он Такого Пустового Типа И вот Постоянно Он Выдает Хорошие Мощные Такие Листочки Которые В общем-то Долго Они Не Грубеют Еще Я Что Хочу Какую Хитрость Я Вам Хочу Сказать О Вращивании Укропа Вот Когда Вы Видите Что У него Уже Зонтик Пошел Вот Он Еще Молоденький И Свеженький И Можно Его Еще Использовать Салатик Он Не Загрубел Отрывайте Этот Зонтик Но До Листа До Пазухи Листа Оторвали Этот Зонтик И потом Вот Из Пазухи Листа У вас Пойдет Новый Стебелечек Опять же С листиками И уже На нем Он Будет Гнать Новый Вот Этот Зонтик Таким Образом Вы Задержите Приостановите Вот Это Вот Цветение Укропа И Порадуйтесь Дольше Вот этими Нежными Зелеными Листочками То есть Дорогие Друзья Укроп Вырастить Совершенно Несложно Следуйте Нашим Советам Вот Покупайте Такой Еще Укроп Я Как Говорил Кустовой С мощным Таким Хорошеньким Стебелечком И обилием Зелени И Читайте Наше Издание Там Всегда Вы Найдете Полезные Советы В том Числе И Как Вырастить Укроп Мы Иногда Повторяем Эти Статейки Потому Что Армия Садоводов Все Увеличивается Увеличивается И В ней Новые Члены Появляются Дорогие Друзья С весной Вас И Хорошего Вам Посевов